Друзья, всем привет, это Украина-24. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно сделайте это прямо сейчас под этим видео. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ, сейчас со мной на связи. Здравствуйте, Геннадий Владимирович, спасибо, что нашли время. Здравствуйте, всем хорошего здоровья. Ну, для начала, Геннадий Владимирович, издание Бильд сообщает, что в Литве на днях прошла некая секретная конференция, которая обсуждала депутинизацию России и будущее России без Путина. Вам что-то известно об этой конференции? Может, принимали участие? Нет, я не принимал участие, должен был там, наверное, принимать участие Дмитрия, он планировал быть там не в онлайн-режиме, как получилось. И, кстати говоря, из-за проблем с санкциями, он до сих пор не может получить эти виды на жительство, и поэтому он не смог присутствовать. И там вторая часть, она была не секретная, она была просто закрытой. И там, конечно, обсуждался вопрос строения России уже после Путина. И какие-то контуры обозначались, какие-то мнения озвучали, какие-то сценарии озвучивались. Это была просто дискуссия, насколько мне известно. Тут не было принято никаких решений, просто люди обменялись мнениями, в том числе представители российской оппозиции, в том числе представители дипломатических журналистов. Она просто договорились, что не будут эту встречу публиковать. Она была просто закрытой, но не секретной совершенно точно. Ну, смотрите, тогда давайте мы с вами попробуем смоделировать. При каких сценариях Путин может уйти из власти? И как дальше может развиваться ситуация в России? Ну, сейчас почему-то все ждут, что он уйдет от власти сам в силу недееспособности. Я вчера только еще раз слушал уважаемый вновь Валерия Соловья. Мы с ним в хороших отношениях. До много лет уже друг друга знаем. Ну, вот он утверждает, что в состоянии здоровья его уже после всех... Еще не было якобы операции, она только впереди. Была какая-то там оздоровительная, восстановительная процедура. Но он считает, что... Он считает, подчеркиваясь на слова Валерия Соловья, что как бы жизненный горизонт Путина обозначен. Понятно, что врачи никогда не могут сказать, сколько человек там можно быть живым, здоровым и так далее. Но тем не менее, якобы Путин об этом знает. И поэтому, вроде как, считают в слове, будет движение по передаче власти. Я лично в эту схему не верю. Она не жизнеспособна. Ни один человек не сможет удержать путинизм в том виде, в каком он существует, без Путина. Совершенно очевидно. Потому что грязня кланов, она и нарастает, и она будет нарастать. И уж когда все почувствуют, что Путин действительно уходит, там будет такая жуткая грязня кланов. Власть никто не удержит. Кого бы там ни назначили, это не тогда, не те времена, когда была КПСС. И вместо одного выжившего из ума важня назначали вроде типа нормального, который исправит ошибки предыдущего, но потом все повторялось. То есть была партия, была идеология, которая декларировалась как главной доктрины страны. Ну и народ, в общем-то, покорно соглашался с решениями внутри правящей верхушки. То есть сейчас такого не будет. Никакой нет ни идеологии, ничего нет. Есть группа кланов, которые дербанят Россию. Они между собой жутко противоречат. Готовы друг друга убивать, цепляться в глотку, сажать и так далее. Поэтому этот сценарий я не верю. Хотя его сейчас очень активно отрабатывают и вроде бы как даже готовятся. Я думаю, что Запад устроит любой вариант перехода от путинизма к модели демократической и свободной. Но вот вариант преемника я исключаю. Особенно после такого. То есть добровольно не будет ухода Путин, только если он вообще не будет в состоянии поднять, как говорят, с руки или поднять руку к телефону. Вариант дворцового переворота наверняка звучал как одна из опций. Но эта опция, как я тысячи раз говорю, у нее очень малая вероятность прогноза, малая надежность. То ли будет, то ли нет, то ли пойдут, то ли не пойдут на такой шаг его ближайшее окружение. Это, как говорится, бабушка надвое сказала. А может даже не надвое, а может еще больше. Третий вариант, самый главный, самый основной, это военное поражение Путина в войне и начало процесса краха, коллапса путинского режима. Вот это реальный вариант. Но он требует консолидации Запада. Он требует, безусловно, еще более серьезных усилий. Он требует какого-то времени. Это реалистичный вариант. И по нему, по идее, мир должен двигаться, поскольку путинизм представляет из себя смертельную угрозу для всей цивилизации. Я это без всяких кавычек говорю. И если Путин сегодня раненый, но недобитый, будет чувствовать себя в какой-то степени, хотя бы в какой-то малейшей степени, победителем, следующая война неизбежна. Она просто становится автоматической. Только вопрос в сроках. Когда она начнется, причем это будет война уже точно с готовностью применять ядерное оружие по всем площадям. Понимают ли это элиты на Западе? Я надеюсь, что понимают. И я вижу по усилиям, которые сейчас предполагается существовать в самое ближайшее время. И вот я только что сегодня прочитал новость о готовности поставить систему залпового небольшой дальности американцев. И другие страны определяются. И я так полагаю, что там вопрос по ВОЗ-ПРО решается. Я полагаю, что они это понимают. Тут еще на днях Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, сообщил о том, что российский генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов. И Руслан Левиев называет это последним шагом перед всеобщей мобилизацией. Я не очень верю. Мобилизация на дорогу. То есть на дорогу ставят пасты ГАИ, останавливают машины. И если там есть молодые люди призывного возраста, их тащат в военкомат и отправляют в армию. Такая мобилизация ничего хорошего не даст. За деньги, да, за деньги нанимают, за деньги формируют. В общем-то, я думаю, что вот эта вот акция в Дагестане и в Чечне, как утверждает правозащитник, когда там сплошным образом таким варварским идет призыв в армию, наверное, это дебилообразное выполнение этого возможного распоряжения генерального штаба. Но я думаю, что когда Путин решится на всеобщую мобилизацию, проблема с молодежью, которая воюет, реально воюет, она будет огромной. Потому что я вчера почитал, там одна, ну просто одна обычная девушка рассказала о своем конфликте с родителем, с мамой. Мама ватница, у мамы стекленеют глаза, когда она слышит про войну. Все, она рассуждает более-менее здраво, а тут у нее как клинят мозги. Ну, в общем, они там раздругались, разошлись. Семьи в России сейчас трещат по всем швам, друзья, дружеские компании трещат по всем швам и так далее. То есть вот конфликт семей, он очевиден. И это причина войны, которую ведет Путин против Украины. И вот этот конфликт в основном идет по поколению, в основном. То есть поколенческий конфликт. А вот это вся, извиняюсь за рожение, пожилая масса старых пердунов, которые с дивана там призывают к войне и считают ее священной, эта масса способна, как говорил Фазилий Скандер, породить коллективную вонь, которая принимается иногда за единство духа. Вот эта коллективная вонь из диванов, патриотическая, она может быть, но она никакого практического применения в войне найти не может. А вот те молодые ребята, которые, да, конечно, часть этих тоже подвержена, тоже со своей мозгами, но все-таки большая часть молодежи против войны. И если ее сейчас призвать в армию, то оно, как говорится, не привело к формированию добровольческих российских батальонов, вооруженных на территории уже Украины, если они будут туда отправлены, с готовностью воевать против Путина. Вот это может к этому привести, и я думаю, что этот режим путинский тоже понимает. Поэтому они так осторожны со всей общей мобилизацией. На этой неделе опять заговорили о возможной угрозе со стороны Белоруссии, о концентрации там войск, проведении Белоруссию, неких учений возле украинской границы. Допускаете ли вы вариант, что со стороны Белоруссии вновь попытаются организовать наступление на территорию Украины? Ну, со стороны Белоруссии может быть организовано наступление российских войск, в первую очередь. Безусловно, Лукашенко очень не хочет втягиваться в прямую войну. То есть он, конечно, косвенным образом в войне участвует, в войне против украинского народа, безусловно, он такой же военный преступник. Но он все-таки пытается сохранить свои вооруженные силы, видимо, для защиты собственной власти, в первую очередь. У него же власть выдерживается на штыках, а если эти штыки все полякут в Украине, кто его будет защищать? Да и захотят ли они стать путинским пушечным мясом? Захотят ли военные Белоруссии стать путинским пушечным мясом? Это очень большой вопрос, который угрожает судьбе Смау Лукашенко физически. Физически. Его народ там ни сверки не забил только потому, что белорусы продемонстрировали фантастическую толерантность и миролюбивость. А вообще-то должны были. Поэтому я думаю, что белорусский вот этот пупырь, он прекрасно понимает, что если он отправит на мясорубку свою армию, бросит, а там для этой армии будет мясорубка, то вряд ли окажутся слои, которые вообще готовы будут его режим защищать. И я думаю, что он будет до последнего избегать прямого конфликта, до последнего избегать направления своих войск, своих силовиков в Украину, обманывая Путина, давая ему обещания какие-то там, являя и виляя. Вот он будет продолжать эту линию до конца. Но если уж совсем его там не поставят в стенки и скажут, либо так, либо сейчас мы что-то с тобой сделаем. А так я думаю, что он не вступит в прямое страдание, потому что он уничтожит всю ту массу людей, которые его поддержат. А то, что не уничтожит, он отвратит ее от себя. Я думаю, что он это прекрасно тоже понимает. На этой неделе также господин Дещица, посол Украины в Польше, рассказал о том, что, по его мнению, существует реальная угроза того, что Россия нанесет ракетный удар по территории Польши. Поскольку от тех мест, куда уже попадали российские ракеты, до польской границы буквально 15-20 километров. И немного в сторону, вот уже ракетный удар по польской территории, а значит, по территории НАТО. Возможен ли такой сценарий? И как отреагирует НАТО в такой ситуации? Если действительно Путин нанесет удар по польской территории, неважно, ракетами, бомбами, то НАТО во звери. Она точно вступит в какой-то конфликт. Возможно, это будет польская армия, возможно, это будет объединенная армия. Но совершенно точно тогда уж там поставки оружия пойдут сплошной рекорд. Я думаю, что Путин тоже это понимает. Они, конечно, идиоты, но они не клинические идиоты. Они таковыми не родились, они, как я много раз говорю, они в них превратились в результате безнаказанности и абсолютной вседозволенности. Поэтому я не думаю, что они до такой степени идиоты. Хотя, честно говоря, я всегда их переоценивал, думал о них лучше, а они оказались хуже. Но посмотрим, а может быть, это неплохой сценарий? Потому что, извините, это за цинизм. Когда Запад поймет, что вот она угроза мировой войны, и если они сейчас ее не пресекут и не разгромят, то совершенно точно эта угроза будет реализована через какое-то время, когда Путин наклепает танков, пушек, самолетов и бросит это все в бой под прикрытием ядерного зонтика. Но, с другой стороны, это осознание ведь не приходит перед лицом угрозы всемирного голода, потому что украинские порты остаются заблокированными. И более того, да, на этой неделе возникли идеи по поводу того, чтобы отправлять военно-морские коалиции, военно-морскую коалицию в Черное море. Но страны НАТО чуть ли не в один голос говорят, что нет, пока этого делать не будем. Ну, зато они поставили ракеты, будут поставлять еще, те, которые способны отогнать российские корабли как минимум там на 200 километров от береговой линии. Поэтому я думаю, что все постепенно. Все это будет развиваться постепенно. Война, надо приготовиться, к сожалению, я так говорю, потому что Украина наиболее страдающая страна от войны. Война будет долго длиться. Она, может быть, там не будет в какой-то активной горячей фазе, в масштабных наступлениях, в масштабных оборонительных боях или контрнаступлениях. Я думаю, что она затянется на достаточно большое количество времени, но я имею в виду месяцы. Месяцы. И к этому надо быть готовым. Поэтому я думаю, что Запад будет постепенно наращивать давление, в том числе по правильной программе и по теме разблокировки украинских портов. Будут искать другие источники поставки продовольствия, будут, конечно, организовывать частично транзит через какие-то другие возможности, хотя мы понимаем, что это недостаточно, и будут разблокировать постепенно порты Украины. Господин Скибицкий, как представитель главного управления разведки Минобороны Украины, говорил о том, что активная фаза войны может продлиться либо до осени, либо до конца года. И здесь он называл несколько возможных дат, к которым Россия попытается приурочить некие победы. Первая – это 11 сентября, когда в России единый день голосования. Мол, под это могут провести вот эти вот псевдородисменты. Псевдородисменты на оккупированных территориях. А вторая дата, если я не ошибаюсь, это 7 ноября, день рождения Путина. Вот как вы оцениваете... Путин родился 7 октября. 7 октября, прошу прощения. Вот как вы оцениваете такие сценарии, подгонять все под даты? Ну, мы понимаем, что Кремль любит такой символизм. Да, в Кремле это любят, но у них не хватит сил. Ни к 11 сентября, ни к дню рождения Путина. Если бы вы назвали дату там 4 ноября, так называемый день народного единства, который раскалывает нацию, я бы еще, может быть, подумал на этой дате, может быть, к этой дате что-то Путин попытается закрепиться на каких-то территориях, создать оборонительную линию. Он сейчас это делает, по-моему, в Херсонской области, если верить экспертам и военным. Да, то есть он приготовился к контрнаступлению, хочет сделать так, чтобы оно обошлось большой ценой Украине и Жердане. Вот, поэтому я думаю, что к ноябрю, скорее всего, к ноябрю будет какая-то ясность. И до этого времени, мне кажется, у Путина хватит силы резервов. А потом? А потом ему надо будет выходить из этой войны и выходить с какими-то результатами, чтобы можно было их продать населению, как великую победу Великого Корничева над всем Западом, включая НАТО. Другого варианта у него нет. Но я не уверен, что у него хватит на это сил, запаса прочности. Я не уверен, что элиты, те, которых он лишил будущего, фактически, в том числе не только их, но и их семьи, главное, что семьи лишил, они могут там что-то придумать. Но в любом случае это будет интересный период. Осенью всегда в России часто, не всегда было много раз, когда в России что-то происходило, как раз была осень. Был, правда, один раз в февраль, но, в общем-то, в основном осенью. Вы имеете в виду, возможно, революцию какую-то? Революция, смена караула, перевороты и так далее. Чаще всего они происходили осенью. Осеннее политическое обострение, скажем так. Ну, то есть этой осенью тоже может нечто подобное произойти? Я бы этого хотел, я бы на это надеялся. Санкции к тому моменту против Российской Федерации дадут уже осознать и почувствует ли население уже напрямую на себе эти санкции? Конечно, они уже дадут ощутимый эффект. Они уже и сейчас чувствуются, но они чувствуются как бы отдельными группами населения. В целом население еще продолжает пребывать в счастливом небеде и надежде, что все как-то сейчас закончится, нормализуется. Хотя тревожные ожидания, они нарастают. Если раньше я звонил, допустим, своим референтам, людям, проводя опрос своих собственных исследований, говорю, да нет, ты знаешь, все нормально, магазины работают, трамваи ходят, кафе открыто, народу полно, торговый центр посещается. Все, всем все по барабану, все там занимаются своими делами, готовятся к пассивной компании, картошку сажают там в огороды и прочее, прочее. То вчера, вот, ну, вчера, два-три дня назад, я начал обзванивать, они говорят, знаешь, нарастает в воздухе ощущение тревоги, беспокойства. Люди начинают нервничать. Те люди, которые раньше спокойно взымали, типа, это нас не касается, это вообще где-то там, закрывались, как бы, так сказать, вот шторы от такой непроницаемой, от всех этих фактов. Ну, понятно, что это все действует. И вот эти люди сейчас находятся в состоянии тревоги и беспокойности. Только те, которые раньше не считали, что их не касается. То есть какие-то процессы происходят, и это в том числе происходит из-за санкций, когда люди начинают терять работу, начинают терять доходы, кончается жиров вот этот накопленный, какие-то исчезают лекарства. Вот там пишет один товарищ в Твиттере, что вот ребенка лечим, вот эти лекарства вдруг они пропали. Вот как вот с этим путинским режимом, что с ним делать? Ну, вот такие вот вещи тоже уже появляются в лекарствах, в машинах, в запчастях, в обслуживании, в номенклатуре товаров. Они уже начинают вот сейчас заметными быть на население, а уж к середине лета, к концу лета, к осени они будут в полный рост эти проблемы. Ну, и мы понимаем, что для того, чтобы эти санкции стали еще более ощутимыми, необходимо ввести нефтяное эмбарго против Российской Федерации, пока с этим Европейский Союз колеблется. Главный камень преткновения в Венгрии. Вот здесь поясните, почему Будапешт занял именно такую позицию, выгодную Российской Федерации, и удастся ли, по вашему мнению, Европейскому Союзу консолидировано все-таки сломить сопротивление Венгрии и ввести это самое... Европейский Союз фактически решение о эмбарго принял. Хочет это у Венгрии или не хочет, он это решение принял. И просто вопрос идет о сроках, когда какая страна полностью отказывается от российской нефтегаза. Потому что есть решение Германии, есть там решение балтийских стран, есть отказ Польши, есть прекращение газового сотрудничества, там той же Болгарии, которая нашла сейчас возможность через американцы получать другой газ. И так далее. То есть все равно фактически идет серьезное сокращение объемов закупок. И вот когда там сейчас в российском же Орвулдском пространстве вчера прозвучала новость, что теперь Азия у нас покупает нефть и газа больше, чем Европа. Типа вот вам козлы. На самом деле это для лохов, которые привыкли лапшу вешать на уши, до самого пола ее с гордостью носить. Есть такой там серьезный эксперт, Крутихин Михал Иванович, он на пальцах объясняет, что, ребята, как вы не пышитесь, как вы не хотите, вы максимум продадите туда за рубеж, в Азию, в азиатскую часть мира. Ну, в 83-е он называл цифру миллион тонн нефти. Даже если вы ведрами начнете ее носить, это не сильно увеличит объем продаваемой нефти. А в общем продавалось 400 миллионов тонн. То есть, когда начинают говорить такие, что у нас там нефтегазы на Западе, вернее, на Востоке, начинают покупать больше, чем в Европе, это говорит о том, что Европа перестает покупать и резко сокращает объем. Это, конечно, очень серьезным образом бьет по пути. Поэтому я думаю, что такое решение уже принято. Вопрос ее реализации. А то, что Венгрия... Ну, Орбан – это последняя, я все время называю, последняя подстилка Путина, вот такая явная. А может быть, не последняя, но такая вот наиболее отвратительная подстилка Путина – это Виктор Орбан, который направо-налево торгуется, который, в общем-то, давно, по моим данным, ну, по данным, вернее, которые мне говорят там расследующие, находится в коррупционной сфере Путина, там якобы клейма ставить негде, в том числе на газовых поставках, там они наваривают приличные деньги на посредницах компаний, которые создавали вместе с «Газпромом», и там, в том числе, якобы есть следы Виктора Орбана. Ну, вот, собственно говоря, я думаю, что там в Орбане как в одном флаконе смешались все проблемы. Это и экспорт коррупции, это и, как бы, такое слово-то есть точное в мати, а вот в русском языке он, как и отражает, вот какая-то вот такая двуличная позиция. Орбана, она вот всегда там лицемерие и прочее, вот это все в нем сплелось в одном флаконе. Можно было бы одним словом это объяснить, но не цензур. Да, запекать не будем, поэтому лучше не надо. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Геннадий Гудков был сейчас со мной на связи, российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ. Спасибо вам. Друзья, это УКИН-24. Удачи и победы. Только так. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok